Донецкая Народная Республика Применение украинской стороны запрещено минскими договоренностями вооружения, это 120-мм минометы. По территории республики карателем было выпущено 21 мина калибром 82 и 120 мм, также применялось стрелковое оружие. Обстрелы с позиций палачей вооруженных сил Украины велись в направлении населенного пункта Александровки, в которой проживает на данный момент около 3000 гражданского населения, это дети, старики и женщины. А украинского командования говорят о том, что там никто не живет. И поселок Трудовский, город Донецк. С позиции вооруженных сил Украины из района населенного Пудамаринки. Применяясь минометы и стрелковое оружие. В результате обстрела в территории подконтрольных вооруженных сил Украины, по данным главы администрации Петровского района города Донецка, погиб один мирный житель и двое детей получили ранения. Имеется значительное разрушение жилых построек. Все факты зафиксированы представителям миссии ОБСЕ, которые выезжали на место по нашей просьбе. Также туда выезжала миссия ООН, которая тоже отметила эти факты, зафиксировала разрушение и опрос местных жителей, где смертельно был ранен мужчина. Мы просим европейской международной правозащитной организации выразить свое мнение по фактам геноцида населения Донбасса, стремящихся защитить свои права демократическими методами. При подготовке и проведении свободных выборов. Используя относительной затищи, команда вооруженных сил Украины продолжила проводить мероприятия перегруппировки войск, концентрируя личный состав и запрещенный Минским соглашением вооружение вдоль линии разрешения. Разведка вооруженных сил ДНР. Зафиксированы факты перемещения из населённого пункта «Изюм» колонн вооружения и военной техники в обход населённого пункта «Семёновки» 39 км от разрешения сторон, через понтонный мост, который ведёт на город Артёмовск в 20 км от линии разрешения сторон. Краматовск и Очеретино в 20 км от линии разрешения установлено сосредоточение бронетехники. Кроме того, противник пытается ввести командование вооруженных сил ДНР в заблуждение. В этих целях была проведена имитация переброски на луганское направление 44-й отдельной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины. Мы следим за каждым перемещением подразделений вооружённых сил Украины и знаем истинное положение всех командных пунктов и мест концентрации ВОЗ до взвода включительно. В свою очередь, мы призываем украинское военно-командование отказаться от подготовки агрессивных планов и следовать примеру армии ДНР, строго придерживающейся минских доварённостей. Субтитры создавал DimaTorzok